Москва 15 часов. Добрый день. Информационная программа в эфире. В студии Ирина Меркулова. Коротко главные новости. Украина обращается за помощью Красному Кресту в связи со сложной гуманитарной ситуацией. Владимир Путин заявил, что у России нет недобрых намерений в отношении соседей и призвал задуматься о нормализации отношений. Госдума приняла правительственный законопроект о поддержке граждан и экономики в условиях санкции. Вы слушаете информационную программу Эхо. Украина просит Международный Красный Крест о срочной помощи в создании гуманитарных коридоров. Они нужны в Харьковской, Киевской, Николаевской и других областях, сообщает офис президента Владимира Зеленского. Столицы Киева в этом списке нет. О возможном локальном прекращении боевых действий сообщил ранее советник президента Михаил Подоляк после переговоров с российской делегацией в Белоруссии. Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев, только в тех местах, где будут находиться собственно сами гуманитарные коридоры, возможно будет прекращение огня на время проведения эвакуации. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры. Подоляк добавил, что обсуждение возможности перемирия продолжится в ближайшее время. Международное агентство по атомной энергии не зафиксировало повреждения систем безопасности на Запорожской АЭС. Вчера в районе станции велись бои, а в одном из корпусов возник пожар. Ситуация Алексей Нарышкин. Ситуация вокруг крупнейшей в Европе атомной станции остается напряженной, но системы не пострадали, выброса радиации нет. В результате инцидента в ночь на пятницу пострадали два сотрудника службы безопасности АЭС. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ. По его словам, Украина направила запрос в организацию на экстренную помощь. Информацию о нападении вооруженных сил России на станцию распространяли украинские власти, в том числе глава города Энергодар и президент Владимир Зеленский. В результате столкновений возник пожар в одном из зданий энергетического комплекса. Минобороны России сегодня утром заявила, что российские военные захватили станцию еще 28 февраля. Пожар возник вследствие атаки украинской диверсионной группы. Возгорание в учебном корпусе станции было ликвидировано. Радиационный фон сейчас в норме. Глава МАГАТЭ заявил о готовности выехать в Чернобыль на атомную станцию, которая находится под контролем российских военных. Об этом Рафаэль Гросси заявил представителям Москвы и Киева. Вы слушаете информационную программу Эхо. А в это время президент Владимир Путин заявил, что у России нет недобрых намерений в отношении соседей и призвал задуматься о нормализации отношений. Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. И все наши действия, если они возникают, они возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации. Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, нормально развивать отношения. Ну а проекты подобного рода, конечно, они просто повышают независимость логистическую. И мы и дальше над этим будем работать. Путин добавил, что в результате отказа партнеров от совместных проектов у России появляются дополнительные возможности. Сегодня Госдума приняла сразу в трех чтениях законопроект правительства о мерах по поддержке экономики и граждан в условиях санкции. Это дает возможность дополнительно индексировать страховые пенсии, а также изменять минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Этот же законопроект предусматривает возможность моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса до конца года. Еще один раздел документа вводит дополнительные послабления при лицензировании и производстве лекарственных средств, сообщил глава парламентского комитета по экономической политике Максим Топилин. Мы исходим из того, что для тех стран, которые остаются дружественными к Российской Федерации, мы сможем создать преференциальные режимы и будут созданы дополнительные мощности по производству лекарств. То есть не только законопроект дает возможность адаптироваться в нынешней ситуации, но и дает возможность дополнительного роста в различных сферах. В Министерстве здравоохранения сегодня признали, что есть задержки с поставкой ряда лекарств. При этом ведомстве утверждают, что это связано с транспортными и логистическими проблемами. В завершении выпуска о погоде в Москве в ближайшие сутки облачно и мокрый снег. Завтра днем, как и сегодня, до минус одного градуса. Эхо Москвы напоминает, что любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Персонально Ваш 15 часов и 5 минут в Москве. Это программа Персонально Ваш. Ведут ее Лиза Аникина и Евгений Бунтман. Здравствуйте. Здравствуйте. Я напомню, что смотреть нас можно на основном канале в YouTube и на канале Эхо Культура. Там также идет трансляция. Ну и, конечно, читайте на социальных сетях, никуда не уходите, никуда не девайтесь. Мы остаемся с вами. В гостях у нас сегодня Михаил Ходорковский, общественный деятель. Здравствуйте. Приветствую вас. Здравствуйте, Михаил Борисович. Главная сегодняшняя новость, во всяком случае, для российской прессы и для тех, кто живет внутри Российской Федерации. Это новое цензурное ограничение, закон о фейках. Я просто перед началом нашего эфира хотел бы напомнить о нескольких пунктах, которые грозят лишением свободы. Количество убитых и пленных расценивается, как заведомо ложная информация. Призывы к санкциям против России – это тоже уголовная статья. Госдума сегодня приняла. Просто хочу напомнить. И в связи с этим, Михаил Борисович, как вы считаете, властям важно узнавать, откуда ты из альтернативных источников информации сейчас? Ну, я полагаю, что они считают, что у них есть вся информация. Они в этой альтернативной информации не заинтересованы. Но, может быть, что у них есть на самом деле теперь уже информация. Это вот при принятии решения, так сказать, была бредовая идея, что Украина ждет освободителей и что их будут встречать с цветами. Теперь, в общем, люди прекрасно понимают, что даже по сравнению с 2014 годом, прошло все-таки 8 лет, в жизнь вступило совершенно другое поколение тем, кто сейчас воюет, защищая свою страну. В 2014 году было 12, то есть, в общем, они знают совершенно другую страну, чем та, которая была в голове у наших стратегов. И сегодня мы столкнулись ровно с тем же, с чем столкнулись в свое время в Чечне. Но только Чечня была очень маленькой республикой и по численности населения, и по территории, и в составе. Главное, что она в составе России, поэтому никто, в общем, в эту историю не вмешивался. Сейчас мы имеем дело с огромной европейской страной, огромной по населению, там порядка 40 миллионов человек, огромной по территории. И эта военно-стратегическая ошибка, она для нашей власти обернется, и вот здесь я скажу то, что надо понимать, без всякого сомнения поражений. То есть, вот, власть попытается рассказать, что она победила, но победы там быть не может. Во-первых, ну, мы должны с вами понимать, что если город Грозный, где было там от одной до пяти тысяч боевиков, брали с гигантскими разрушениями много месяцев, вот, то в Киеве мы видим, что порядка 70 тысяч бойцов на сегодняшний день. Огромный город, имеющий огромные ресурсы пополнения бойцов за счет местного населения. Мне пишут и звонят многие украинцы, которые, в частности, рассказывают, что просто пока не берут на военную службу просто потому, что, так сказать, им не нужно столько живой силы пока. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что Украина имеет мобилизационный ресурс, конечно, не такой, как Россия, но порядка пяти миллионов человек. Михаил Борисович, вот то, что вы говорите, то, что вы называете ошибкой, это ошибка, если так подвести, резюмировать то, что вы сказали. Она основана на недостатке информации? Я бы сказал, на ошибочной информации. Я вот сейчас немножко по-другому воспринимаю тот знаменитый разговор господина Нарышкина с господином Путиным, который мы здесь все видели. На Сальвезе, да. Да, на Сальвезе. То есть я так для себя понимаю, что Нарышкин, в общем, был в достаточной степени информирован, ну, поскольку это его работа, вот, но под давлением Путина все-таки не решился ему сказать, что вот, Вова, ты охерел. Вот, ну, так сказать, сейчас мы будем хлебать результаты этой нерешительности, этой неинформированности, ну, или, так сказать, этого информационного пузыря, в котором находился Владимир Путин, мы будем хлебать полной ложкой, потому что это настоящая кровавая война. А может быть Россия, ну, я имею в виду Кремль, была готова к такому развитию событий? Может быть, это была не то чтобы часть плана, но, в принципе, вполне ожидаемая для них ситуация? Ну, слушайте, существует немало, так сказать, конспирологических теорий, что Владимир Путин является, так сказать, давно завербованным американским агентом. Все, что он делает, это для того, чтобы сначала, так сказать, поставить крест на возможности возрождения Российской империи, а потом по возможности развалить и Россию. Вот, если считать, что эта цель перед ним стоит, тогда, да, вполне можно было продуманным образом ввести 150-тысячную армию на территорию 40-миллионной страны и считать, что без использования тяжелого вооружения и тотального геноцида эту страну можно поставить на колени. Вот, а при тотальном геноциде, которым, к слову, на этой же территории, я имею в виду на территории современной Украины, занимался в свое время Гитлер, мы помним, что война, тяжелейшая война, продолжалась три долгих года. Тот же Харьков несколько раз переходил из рук у руки, его штурмовали, и вот, как мне рассказали, так сказать, все люди, которые лучше знают историю, чем я, что в ставке Сталина обсуждалась возможность блокады Харькова, и даже Сталин в то время пришел к выводу, что это просто невозможно, потому что войск на это не хватит. Вот, и Харьков приходилось брать, громяк, квартал за кварталом, тяжелым вооружением, так сказать, ну, это вот то, что... Если это планировалось, то, я не знаю, ну, наверное, там, так сказать, просто враг человечества сидит в Кремле. Вот, не просто преступник, а просто враг человечества. А про 150 тысяч войска это официальная информация? Я просто уточняю, чтобы мы не распространяли войти в нашем офисе. Я, честно говоря, не помню про официальную. Вот давайте... Тоже, конечно, любопытный... Так, знаете, это такое преуменьшение несколько любопытный. То, что происходило вокруг АЭС, в Энергодаре, Запорожской АЭС, Министерство обороны России подтвердило, что там был бой. Мы знаем со всех сторон, что там был бой между российскими и украинскими военными. Вы наверняка думали о последствиях, вот последствия того, что может случиться. Энергетические последствия, радиационные последствия. Как это вообще возможно? Ну, слушайте, когда современную страну начинают утюжить тяжелым вооружением, то, возможно, все, что угодно. Там, так сказать, существует огромное количество мест с высочайшей опасностью для человека. Ну, например, производство титана, которое, насколько мне известно, есть в Украине, оно использует в технологическом процессе огромное количество хлора, множество тонн. Да, и выпуск этого хлора приведет к поражению огромной территории. И, дай бог, если ветер... Точнее, не дай бог, если ветер будет не в правильном направлении, так там куча народу погибнет. Таких безумно опасных производств в любом современном государстве огромное количество. Атомная электростанция – одно из этих мест. И вот надо понимать, до какого охерения, вот я иного слова просто подобрать не могу, дошла атакующая группировка, если она решила брать, ну, штурмовать станцию, используя тяжелое вооружение. Ребята, ну, так сказать, я понимаю приказ штурмовать, захватить и так далее. Ну, мозг-то должен быть, потому что, понятно, реакторы защищены, но операторы-то они тоже люди, да? Я уж не говорю о, так сказать, случайных действиях, которые могут быть. Но вы себе представьте, вот ты, оператор, рядом с тобой убили твоего близкого человека. Ну, так сказать, сейчас убьют тебя. Ну, окей. Так сказать, может быть, ты и захочешь, чтобы твоя кончина была немножко более шумной, чем все ожидают. И если посмотреть на карту, я просто от себя добавлю, если посмотреть на карту, то это АЭС, ну, вот примерно в треугольнике между Крымом, Херсоном и Донецком. Вопрос дальше к ветру, что могло бы произойти, если бы что-то случилось. Вопрос к ветру и вопрос к тому, что таких станций в Украине, по-моему, четыре, да? Да, так сказать, ну, Чернобыльскую, уже оттуда, так сказать, бандиты Пригожина, по-моему, отработанное ядерное топливо взяли. Куда они используют? К слову, я надеюсь, что Владимир Владимирович будет знать хотя бы. А может, и не будет знать. Так сказать, это же, ну, как бы грязная бомба, она вещь такая. Ее можно достаточно неплохо, насколько я понимаю, продать на страну. И Владимир Владимирович, вы точно уверены, что те дикие гуси, блин, которых вы сейчас используете, они там за 50-100 миллионов эту херню не продадут кому-нибудь, кто потом ее в Москве не использует, например, или еще где-нибудь, да? Михаил Борисович, давайте поговорим про экономическую сторону, которая тоже все время приходит какие-то новые, какие-то новости. Я напомню, что за призыв к санкциям следует уголовная ответственность, но никто нам не может запретить поговорить о существующих санкциях, о возможных санкциях и об их существующих и возможных последствиях. Газ и нефть. Могут быть санкции газонефтяные? Да, конечно, понятно, что никто не будет полностью выкидывать Россию с нефтяного рынка или с газового рынка. Это невозможно, все прекрасно понимают. Но повысить для России издержки поставок углеводородов на международный рынок настолько, чтобы эта Россия стала намного менее выгодной, чем всем другим участникам этого рынка, это вполне сериально. Это как технически, Михаил Борисович? Это как технически осуществляется? Просто объясните, пожалуйста, логистику. Ну, понятно. Значит, сейчас идут спешные переговоры с Ираном для того, чтобы выпустить на рынок иранскую нефть. Я думаю, что это будет сделано, и это заместит приблизительно половину, в первый же год примерно половину тех поставок, которые на рынок осуществляет Россия. То есть уже Ирану больше рады, чем нам? Да, конечно, без всяких сомнений. Ну, Иран, так сказать, последний раз, когда он прибегал к массовым убийствам мирных жителей, это было все-таки, сколько уже, 40 лет назад. То есть сейчас это все-таки немножко другая страна, и она выглядит намного более интеллигентно и гуманно. Все познается в сравнении. Да, условно говоря, Иран не угрожал миру атомным апокалипсисом. Путин угрожал, и это никто ему никогда не забудет. Так вот, если выпустят Иран, поговорят сейчас с саудитами, то есть цены... В какой-то момент рынок будет скомпенсирован без учета российской нефти. Далее скажут, пожалуйста, поставляйте в восточном направлении, в Китай, ну, только в Китай, пожалуй. Ну, вам никто не может запретить. Единственное, что транспортировка из Западной Сибири в Китай будет стоить там приблизительно треть от стоимости нефти. А дальше дорогие китайцы, которые, в общем, достаточно жесткие переговорщики, как мы знаем, в нефтегазовой сфере, понимая, что больше никуда эту нефть поставлять нельзя, понятно, какой дисконт они по ней определяют. Поставка же нефти, например, в Западную Европу вполне себе может быть оговорена дополнительным налогом на покупателя российской нефти. Налог, который будет направляться, например, на восстановление Украины или на помощь украинским беженцам. Этот налог может быть очень приличным, и этот налог обеспечит очень большую разницу между ценой нефти Brent и ценой нефти Eurals. То же самое касается газа, потому что нам кажется, что вот это все шуточки с СПГ, это не шутки, это сейчас вполне серьезно. Я испытывал определенные сомнения в отношении американских источников нефти, газового конденсата, потому что у них резервы не очень большие. Но, как оказалось, сейчас в коалиции по поставке нефтегазового, сжиженного газа в Европу вступил Катар и планируется Австралия. Ну, это совершенно другие ресурсы. То есть у них, конечно, ресурсы меньше, чем у России, но на ближайшие лет 30-40 вполне себе хватит. То есть, в общем, с этой точки зрения нас ждет существенный удар по выручке от нефтегазового сектора, но этим все не заканчивается. Потому что мы с вами прекрасно помним ту технологию, которая была применена к Ирану, и существует высокая вероятность, что она будет применена к России. Выручка, российская выручка, получаемая за нефтегаз, она не направляется на счета непосредственно российских компаний, потому что эти счета сейчас заблокированы. Она поступает на транзитные счета у полномоченной международной организации и расходуется потом, да, по запросам России, но на те гуманитарные цели, которые, так сказать, будут этой международной организацией согласованы. То есть фактически Россия окажется под финансовым контролем Запада? Да, без всякого сомнения. Для российского населения, может быть, к слову, это и лучше, воровать будут меньше. Но только это... Рассчитывал ли Кремль на такие последствия, когда начинал то, что мы должны называть спецоперацией в Украине? Убежден, нет. Убежден, нет. Я убежден, что... Но почему? Как можно было считать, что все такие, ну ладно, хорошо, ну вошли и вошли, нам-то что, мы в сторонке постоим? Знаете, я все время вспоминаю замечательный советский фильм «В бой идут одни старики». Я думаю, что несмотря на то, что вы человек другого поколения, вы его тоже смотрели. Там вот, помните знаменитая фраза? «Немец трус, немец отвернет, а мой не отвернул». Вот думали, так сказать, «Запад слаб, злаб, отвернет, а Запад, так сказать, взял и не отвернул». А как вы думаете, почему? Вот в случае с Грузией сошло с рук, в случае с Крымом и Донбассом, ну в общем-то, будем честными, сошло с рук, а здесь не сошло? Понимаете, ну Грузия все-таки не Европа. Вот восприятие Западной Европы. А Крым, Донбасс? А Крым и Донбасс имел на такое более-менее вид внутренней добровольной разборки. Я не говорю, что оно таковое было, но удалось создать впечатление, что это некая внутренняя добровольная разборка. И народ на это прищурился. Ладно, типа, так сказать, да, санкции, но типа окей. Понимаете, для всех, как говорил, по-моему, это Бродский говорил, да? Ворюга мне милее, чем кровопийца. Вот я не помню, кто это сказал. Вот. Так вот, ну, ворюга милее, чем кровопийца. То есть до тех пор, пока человек грабит, но не убивает, вроде как на это закрывают глаза. Когда, так сказать, грабеж перешел в разбой, да, и в геноцид, в использовании тяжелого вооружения против городов, я убежден, что Путин этого, конечно, конечно, он этого не хотел, потому что понятно, что он мог себе представить, какая картинка будет в этом случае. Но он исходил из предположения, что украинский народ, он под хунтой, и он будет рад освободиться. А оказалось, что эта хунта берет и раздает оружие в осажденном городе. А люди берут это оружие, да, и не сносят эту хунту, а идут и воюют с так называемым освободителем. Да мы видим эти картинки. Слушайте, ну, конечно, в бредовом сознании путиноидов, может быть, и есть, что все эти картинки, все эти видео, которые идут на сегодняшний день сплошным потоком, что они кем-то выдуманы и, так сказать, срежиссированы. Но у нас-то у всех с вами, я не знаю, как у вас, у меня точно, у нас родственники, друзья, родственники друзей в Харькове, ну, вот у меня лично в Харькове. У меня в Николаеве. И мы, спасибо сегодняшним системам связи, можем им позвонить и спросить. Захарова сегодня сказала, что Запад действиями вокруг Украины реализовывает часть масштабного плана, чтобы разрушить Россию. Это дословная цитата. Что может угрожать России, если уж мы говорим в рамках высказываний Захаровой? Ну, это ровно то, о чем я говорил в начале нашего с вами разговора, что есть конспирологическая теория, которую я, конечно, не поддерживаю, потому что она слишком конспирологическая, что если бы вот враги России хотели бы нанести нашей стране максимально возможный ущерб, сначала, так сказать, положив крест на возможности союза славянских государств, потом, так сказать, поставив под вопрос существование самой России, то эти бы вот враги России вели бы себя точно, как ведет Путин. Да, сегодня мы в любом случае получим враждебное население на десятилетия враждебное население, очень большое население с соседней страны. Понятно, что никакая оккупация не будет там бескровной. Понятно, что гробы, гробы, гробы. Понятно, что рано или поздно люди с Украины, которые испытавшие все эти ужасы и кошмары, они поедут не только в Западную Европу, но и к своим родственникам в Россию. И вот этот вот плач, он будет просто вот, знаете так, распространяться от границы по всей территории России. Вы же, я не знаю, знаете вы или нет, но Западную Сибирь осваивали бригады из Татарстана, Чечни и Украины. Ну просто потому, что эти нефтяносные районы были освоены раньше, и специалисты просто вот оттуда ехали потом осваивать Западную Сибирь. И, например, легенда о Западной Сибири, геолог знаменитый, который открыл огромное количество месторождений, даже огромное месторождение названо его именем, Муравленко. Он из Западной Украины. Вот там 30-40% тех людей, которые работали и осеяли потом за Уралом, это люди с Украины и конкретно с Западной Украины, потому что нефтедобывающие районы именно там. Вы себе представляете, вот до них сейчас доедут их родственники в конечном итоге. Со следами, потерявшие все, видевшие убитых близких. Я не убежден, что наша страна это легко перенесет. Внутренний накал повысится, несомненно, да? Ну, он повысится. Понимаете, у меня ощущение... Да, 30 секунд у нас до новостей. Прошу прощения, Михаил Борисович. Поэтому мы сейчас, наверное, прервемся. Мы прервемся на новости. И после этого продолжим наш разговор про возможные последствия того, что происходит. Михаил Ходорковский, общественный деятель у нас в эфире в программе «Персональный ваш». Лиза Аникина, Евгений Бондман. Программу ведут. Сейчас новости. Две минутки. После этого продолжим. «Персонально ваш». В Москве 15 часов 30 минут. Новости на эхе. Сайт Федерации одобрил закон об уголовном наказании за фейки российской армии и призывах к антироссийским санкциям. Максимальное наказание до 15 лет тюрьмы. Теперь законный проект отправляется на подпись к президенту. Московская прокуратура предупредила жителей столицы об ответственности за участие в антивоенных акциях. Обращение зачитал официальный представитель ведомства Людмила Нефедова. В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 5 марта 2022 года в публичном мероприятии в центре города Москвы. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законном порядке не согласовано. В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона. Разъясняем, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность. Сегодня мэрия отказалась согласовать антивоенные акции 12 марта, сославшись на эпидемиологические ограничения. Шествие, в частности, собиралось устроить партии «Яблоко». В Москве остается в селе запрет на массовые мероприятия. При этом вчера отменили ограничения по заполняемости залов, театров и кинотеатров. Теперь не обязательно и QR-коды, как сказано, в связи с улучшением ситуации с заболеваемостью. Американские законодатели от обеих партий предлагают запретить поставку нефти и другого углеводородного сырья из России. Предполагается, что запрет будет действовать до окончания военной операции в Украине. При этом против подобных санкций выступает президент Джо Байден. В Кремле заявляют о том, что персональные санкции не имеют смысла. Фигуранты санкционных списков не откажутся от поддержки президента, уверен кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кстати, сам Песков тоже входит в один из таких списков. Совет ООН по правам человека проголосовал за создание независимой комиссии по расследованию возможных преступлений во время российской агрессии в Украине. За создание комиссии проголосовали 32 страны. Две были против и 13 воздержались, сообщает агентство Интерфакс. Генеральный директор Лукостропобеда Андрей Калмыков покидает должность руководителя компании. Причину такого решения он не назвал. В письме сотрудникам Калмыков подчеркивает, что компания устойчиво располагает рекордным объемом средств на своих счетах и не имеет кредитов. Стоит напомнить, что в рамках санкций российским авиакомпаниям запрещены полеты над территорией стран Евросоюза. Аналогичные меры ввели и США. Российский ритейлер Вкусвилл закрывает свои магазины в Нидерландах. В конце прошлого года владелец компании Андрей Кривенко рассказывал РБК, что западным потребителям этот проект не интересен. В Нидерландах работают три магазина под вывеской Вкусвилл и один магазин под названием Вкус. В Москве в ближайшие сутки облачно и дождь со снегом. Завтра днем до минус 1 градуса. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы. Эхо Москвы напоминает, что любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса. Персонально ваш. Михаил Кодорковский, общественный деятель, персонально наш. Сегодня Лиза Аникина и Евгений Бунтон ведут этот эфир. Видите, Михаил Борисович, пока мы разговаривали, стремительно Совет Федерации еще и одобрил закон о фейках и об уголовной ответственности за фейки. Про бизнес я бы хотел продолжить. Говорили про санкции. Ну, вот с санкциями, наверное, сначала разберемся. Персональные санкции. Песков говорит, что они не работают, что по-прежнему люди сохранят лояльность Путину. Объясните, пожалуйста, вот это вот антивоенное заявление Лукоил, ну, такое довольно сдержанное, ну, там, сочувственное. Чем это можно объяснить? Менеджеры Лукоилы почувствовали себя бессмертными или что? Почему они не боятся? Ну, я сначала хотел чуть-чуть поправить, потому что я неправильно выразился. Сам Виктор Иванович, конечно, Муравленко, он с Кубани, вот, но людей, которых он набирал под работу, и те люди, которые осваивали, они, ну, во всяком случае, в большом количестве из Ивано-Франковской области, то есть, с Западной Украины. Значит, так вот, по поводу Лукоила. Понимаете, Лукоилу сейчас приходится нелегко, приходится маневрировать, потому что понятно, что это компания, которая имеет существенные интересы, в том числе, за пределами Российской Федерации, имеет огромное количество акционеров и тому подобное. Я абсолютно убежден, что Олег Первый стоит перед очень серьезной дилеммой, нарваться на, так сказать, ну, просто огромные проблемы, и вот он пытается маневрировать, ровно так же пытается маневрировать. Может, дело в том, что Федун Киевлянин, может, тут какие-то все-таки персональные вещи идут? Вы знаете, мне очень хочется верить в персональные вещи, но обычно, когда у людей что-то персональное, они все-таки это заявляют от своего имени, а когда от имени компании, то, так сказать, здесь персональное все-таки отходит чуть-чуть на второй план. Я вот, когда руководил компанией, я очень многие вещи, которые бы никогда бы, наверное, не стал делать или делал бы по-другому в личном качестве, я был вынужден руководствоваться все-таки интересом компании. И если бы у меня очень жестко разошлись мои собственные взгляды с тем, что я должен делать как руководитель компании, я бы ее покинул. Вот. Я думаю, что такой вариант был и у господина Олег Первого, и был у господина Грефа, и был у господина Пудрина и тому подобное. Ну, кто-то сделал одно, а кто-то сделал другое. Кому что оказалось более по душе. То есть, вы считаете, что заявление Лукойла продиктовано интересами бизнеса? Да, я убежден, что это пока маневрирование. Но сама необходимость маневрироваться, она, в общем, демонстрирует, что проблемы, с которыми столкнулся российский крупный бизнес, с которыми столкнулся в целом российское государство, российское общество, они совсем другие, другого уровня, чем ожидал Владимир Путин. О чем нам говорит закрытие целого ряда независимых негосударственных СМИ? Оно говорит нам очевидную вещь, что власть сейчас поняла, что русский народ, он, в общем, совершенно не настроен воевать с украинским народом. Причем, надо понимать, что украинский народ, это не только украинцы, это русские, это евреи, это люди многих других национальностей, просто которые сегодня вот эта война сплотила в единый украинский народ. Так вот, русский народ. Специальная операция Россия. Да, специальная операция и мир, да, я помню. Значит, так вот, так вот, эти люди, эти люди, они, в общем, ну, как бы, не хотят воевать друг с другом, и россияне совершенно не хотят воевать с украинцами. Они полагают на сегодняшний день по-прежнему, что мы воюем с какими-то неизвестными нациками. Блин, какими нахрен нациками? Вот этих вот нациков в Питере, я вас уверяю, гораздо больше, чем в Киеве. Ну, просто вот я с ними сидел вместе в тюрьме с этими нациками. Так, что, теперь Питер бомбить, потому что там какое-то количество сумасшедших людей, которые считают, что Гитлер был окей. Что теперь, Питер бомбить из-за этого? Ну, с ними надо индивидуально как-то разбираться. В общем, власть боится, что вот этот вот угар, который бывает в начале всякой войны, убежденность, что мы воюем за правое дело, оно под влиянием такой уж очевидной информации, огромного потока этой очевидной информации, оно будет уходить. И у людей наступит вот это послевоенное похмелье. И это похмелье, оно почище многого, потому что, когда ты понимаешь, что на твоих руках кровь близких людей, я даже не хочу себе представить, вот как люди себя будут чувствовать. Я даже представлять этого не хочу. но ведь остаются во-прежнему социальные сети и далеко не все еще заблокированы, можно найти многие видео, публикации, которые гораздо более жесткие, чем та информация, которую подают СМИ. Все-таки СМИ любые, вне зависимости от того, насколько они... Да, теперь все как раз и получат фейки. Да, потому что СМИ-то фильтруют информацию, они стараются отбирать то, что совсем не является какой-то дичью неадекватной и не жестят в плане стесняются выкладывать видео крайне жестокие, кровавые и далеко не всегда достоверные, будем честны. В этом проблема, которую вот этой блокадой хочет решить Кремль, потому что да, люди понимают, что в социальных сетях очень много непроверенной информации, тем более, что туда эту информацию сейчас с огромным потоком будет лить сам Кремль. И поэтому люди засомневаются, они все-таки смотрят, а что говорят авторизованные источники информации. И вот эти авторизованные источники информации очень важно закрыть, чтобы люди сказали, о, на самом деле наверняка там какое-нибудь вранье. Вот видите, вранье с одной стороны, вранье с другой стороны. А вот все-таки пресса, ну, которой привыкли доверять какие-то такие официальные источники информации, они говорят, что типа окей, спецоперация, нациков победили. Михаил Борисович, про экономические последствия тоже давайте поговорим. Многие компании уходят из России, это не санкция, это решение самих компаний. Каждый раз это такие этические санкции, наверное, можно назвать. ну вот там есть пример Икея, в которой был вчера смертоубийство и столпотворение. Теряются рабочие места, теряются, разрываются рабочие цепочки. Как это можно предотвратить? Вот если поставить себя на место сейчас российских властей, как это можно предотвратить? Ну, российские власти пытаются с одной стороны сказать этим компаниям, что если они останутся, им будут огромные льготы, а если они уйдут, то им назад не дадут вернуться. На кого-то это подействует, на кого-то это не подействует. Здесь у компании будет два типа соображений, одно из которых скорее бизнесовое, другое этическое. Ну, бизнесовое соображение очень простое. Ты работаешь с Россией, при этом в любой момент твою выручку остановят санкции. В любой момент тебя санкционируют, и ты потеряешь намного больше денег, чем ты бы мог заработать на этом, в общем, ну, скажем, достаточно откровенно не очень большом и не очень богатом рынке. Это такие вот чисто бизнес-соображения. Помимо этих бизнес-соображений существует соображение этического плана. Давайте посмотрим. Огромное количество людей в технологических отраслях. Они родом с Украины. Огромное количество людей сочувствуют украинцам. Огромное количество людей просто поражено тем, что происходит сейчас в Украине. И, понимаете, ну, вот, что бы ни говорил Владимир Путин, люди на они все-таки не до конца циничны. То есть, там есть циничный сволочек, которым я лично отношу Герхарда Шредера, например, путинского друга. Но в основном там люди очень приличные. А очень приличные люди и прилично живущие люди, их нельзя мотивировать. Но вот ты сегодня живешь там на хорошую зарплату, а завтра ты 10% этой зарплаты потеряешь из-за того, что ты не будешь иметь дело с теми, кого ты считаешь подлецами и убийцами. Человек скажет, вы знаете, так я и так каждый месяц там 10-20% своей зарплаты отдавал на благотворительность. И то, что я буду получать меньше из-за того, что я с этими сволочами дело иметь не буду, да и хрен с ним. Михаил Борисович, я в первую очередь спрашивал про людей, про российских граждан, которые потеряют работу. Опять же, это пример огромнейшей Икеи. Это не только кассиры, продавцы, консультанты, которые ходят в желто-синих одеждах по залу. Это и аутсорсинговые компании, ну, практически все знают, как это работает. Есть перевозчики, есть сборщики мебели, есть чего там только нету. Куда денутся эти тысячи и тысячи и тысячи людей? спустя какое-то время, понятно, что они найдут себе работу, пускай эта работа будет менее высокооплачиваемая, может быть, менее достойная с точки зрения условий труда, с точки зрения вообще понимания, что ты делаешь интересное новое дело, узнаешь какие-то, являешься частью какой-то интересной перспективной культуры. Ну, конечно, люди найдут себе компенсацию этого, да, будут потери. А вы думаете, что масштабной безработицы не случится после ухода всех западных компаний? Ну, масштабной безработицы, конечно, не случится, но высокооплачиваемые рабочие места будут потеряны. Ну, потому что Россия все-таки большая страна и у нас всегда есть чем людям заняться. В конце концов, дороги смогут строить. Другое дело, что это другая работа и другие деньги. И другие зарплаты. Да, и другие зарплаты, но тем не менее, если мы говорим про безработицу, то, так сказать, дороги есть всегда. Вы знаете, у меня есть несколько, Лиза, если позволишь, у меня есть несколько блиц вопросов, которые я бы хотел, чтобы вы просто нам объяснили, потому что лично я не могу ручаться за Лизу, но лично я совершенно не понимаю, что это значит. Некоторые экономические новости, в частности, про отмену НДС на золотые слитки для физлиц. Это для кого? Это зачем? Годдума отменила НДС на золотые слитки для физлиц. Я даже этого не читал, но, так сказать, я не исключаю, что какие-нибудь замечательные люди сейчас под шум канонады, убивающей людей в Украине, пытаются решить какие-то свои мелкие вопросы. Вы же знаете, что Путин здесь вкачал в Россию огромное количество золота, которое он вывел из валюты. валюты. И здесь есть одна проблема, что, конечно, всем нам по старой памяти кажется, что золото это такой замечательный актив, а на самом деле а что с ним делать-то? Зубками грызть? Ну, зубками грызть ты его не будешь. Золото интересно настолько, насколько ты его можешь продать за свободную валюту. продать ты его не можешь, потому что тебе в долларах за нее никто не заплатит. Но можно на яхте вывезти куда-нибудь в Абудаби. Вывести, да, ты можешь, конечно, но это все для отдельных людей. Поэтому я не исключаю себе ситуации, что Центральный Банк считает, что он может как-то этим золотом как-то это золото предложить людям вместо их валютных вкладов. Это кто-то пролоббировал просто этот закон? Кто-то, кто хотел очень купить золото или как? Я этого не знаю. Я еще раз говорю, очень может быть, что это какой-то лоббизм, а может быть, что это желание использовать это золото для того, чтобы отдать его людям, потерявшим свои валютные сбережения. Но что это будет означать для людей? Это будет означать, что они, поскольку золото не валюта и им просто так не расплатишься, это будет означать где-то потеря 20% стоимости вклада. Ну, лучше, чем 100%. Еще один блиц вопрос про преддефолтное состояние, про кредитные рейтинги России. Это что обозначает? Или как говорили, что в преддефолтном состоянии? Я вот, между прочим, тоже не понимаю. Мне кажется, страна в глубоком дефолте, потому что с учетом принятых санкций она не способна исполнять свои обязательства. Ну, просто она сблокирована. Это дефолт, так сказать, на самом деле тот самый форс-мажор, который, конечно, записан во всех контрактах, но это дефолт. У меня вопрос по поводу перелетов, потому что вот вчера были сообщения о том, что Армения не принимает самолеты из России, которые принадлежат, которые находятся в лейтинге, принадлежат западным компаниям, и, собственно, все меньше и меньше возможностей куда-то летать. Из страны вообще можно будет как-то выбраться? Ну, слушайте, граница большая, так сказать, котонку за плечи и пошел, это всегда возможно, но надо понимать, что Армения себя ведет в этой ситуации абсолютно разумно, потому что эти самолеты являются собственностью вполне понятных западных компаний, и если эти самолеты прилетят в Армению, то Армения по требованию этих компаний должна будет эти самолеты забрать. Иначе уже у армянских компаний начнутся проблемы, я так понимаю. Иначе просто у Армении начнутся проблемы как у государства, которое, ну, слушайте, моя собственность, она к вам прилетела, отдайте мне мою собственность, да, скажут, так сказать, лизингодатели. И что скажет Армения? Я тебе не отдам твою собственность? Окей, значит, ты, так сказать, бандитский анклав, который не защищает право собственности. Поэтому армяне говорят, ребята, лучше вы к нам не прилетайте, чтобы вот этой вот всей фигни не было. Меня немножко, меня больше напрягла другая история, что поскольку крупнейшие западные производители отказались от технического сопровождения, вот, то наш Минтранс принял решение, что самолеты могут летать без технического сопровождения, то есть без вот этих вот сертификатов. Можно чуть подробнее, что это означает, какие могут быть последствия? Это значит, что крылья с бересты будут потом. А, вот так еще, крыл, 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 крыл. Это означает, что, условно говоря, так сказать, работоспособность турбины вашего самолета, на котором вы полетите, ее производитель не гарантирует. Ее может быть, то есть это означает, что вы свое BMW, да, именно BMW, то есть такую вот современную машину, да, отвезли или Rolls-Royce. Допустим, что у вас был бы Rolls-Royce, хотя, так сказать, я думаю, что вряд ли, так сказать, Алексей Алексеевич платит достаточно, чтобы вы могли купить себе Rolls-Royce. Но мы видели несколько раз, да. Да, так вот, представьте себе, что вы этот Rolls-Royce теперь на починку повезете в какую-нибудь вот эту вот сапожную мастерскую, которая параллельно, так сказать, подчиняет машины. Вот, и техник дяди Ваня, который до этого Primus подчинял, подойдет чинить движок у вашего Rolls-Royce. Это все хорошо, но этот Rolls-Royce потом летит на высоте 10 тысяч метров, вот, и то, что Минтранс это допускает, ну, окей. Это, так сказать, что потом даже происшествия расследовать не нужно будет, и так будет понятно, почему самолет грохнулся. Про персональные санкции я как-то начал спрашивать, но потом ушли в итоге от этой темы. Яхты, особняки, лондонские, ну, лондонская недвижность, в которой собираются, как мы читали, селить беженцев из Украины. это все действенно, или все равно уйдут через какие-нибудь там Эмираты, через родственников криптовалюту? Мне сейчас задают этот вопрос, очень много здесь на Западе, и я все время отвечаю одно и то же. Во-первых, я считаю, что сейчас можно делать все для того, чтобы остановить войну. Все, что может остановить войну, все можно делать. Но я считаю, что конфискация особняков и яхт, оно может быть и приятным для, так сказать, вот этого внутреннего чувства, но войну оно останавливать не помогает, а одновременно является ударом по правам частной собственности. Поэтому, так сказать, это неправильная история, если хотите отбирать яхты и особняки, то это должно проходить в рамках нормального судебного процесса. Я думаю, что такие судебные процессы, конечно, будут, но просто это не один день, не один месяц. А вот блокировка всех валютных счетов для того, чтобы Путин не мог использовать деньги для того, чтобы продолжать агрессию, вот это нормальный баланс между общественным интересом, заключающийся в том, чтобы перестали убивать людей в Украине, и интересом частной собственности. У вас не отнимают ваши деньги, у вас их просто блокируют на время до окончания войны. Ну, а дальше уже там какие-то, так сказать, будут другие разборки. Вот блокировки всех счетов, которые Путин может использовать для продолжения войны, я считаю абсолютно правильным и необходимым делом на сегодняшний день. А изъятие особняков и яхт это мелочно, тоже, если резюмировать? Это не то, что мелочно, это неправильно с точки зрения процедуры. Если хотите изымать яхты и особняки, делайте это, но делайте это в рамках судебной процедуры. Минутку у нас осталось дали. Уже такой щелчок по носу демонстрация того, что посмотрите последнее у вас отбираем, все, что могли, отобрали. Я, может быть, был бы рад кое-кого щелкнуть по носу, но я считаю, что есть право частной собственности и это право частной собственности должно защищаться и преодолеваться это право может только в рамках нормального судебного процесса. Я об этом всем говорю, я считаю, что не стоит подвергать ревизии основы западной цивилизации ради того, чтобы щелкнуть по носу пару уродов. Спасибо огромное. Это был Михаил Ходорковский, общественный деятель. Эфир провели Евгений Бунтман и Лиза Никина. Спасибо огромное, что оставалось. Про следующий эфир мы тоже должны рассказать, не должны уже рассказать. Я не уверена, что мы все еще должны рассказать про следующие эфиры, но возможно дальше будет слуха эхо с Ириной Воробьевой, особое мнение с Николаем Сванидзе, особое мнение с писателем Виктором Ерофеевым, но ни за что ручаться мы, к сожалению, не можем. Спасибо большое, всего доброго.